МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Пять сессий, почти шесть десятков законов и около полутора сотен постановлений. В госсовете Чувашия подвели итоги полугодия. Новые окна, стены и кухни в школах Республики готовятся к новому учебному году. Болезнь 21 века. В Чебоксарах открылся центр остеопороза. Сегодня в Чувашию с рабочим визитом прибыл заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шклавец. Михаил Игнатьев и Иван Шклавец обсудили вопросы исполнения указа президента России о мероприятиях по реализации государственной социальной политики. Глава Чувашия отметил, что в Республике эффективно реализуются задачи по снижению безработицы, трудоустройству инвалидов, повышению заработной платы. В целом из бюджетов разных уровней на республиканскую программу занятости населения выделено 544 миллиона рублей. 20 тысяч человек сегодня востребованы работодателями. В фонде занятости тоже округляю, но 5 тысяч, так скажем. Это 4 раза в период, когда спрос работодателя прижимает. Вы уже на рынке труда у вас не востребованы. Это коэффициент напряженности практически 0,3. Иван Шклавец сообщил, что его визит в Чувашию носит плановый характер. Состоятся встречи с руководителями ряда министерств, территориальных органов федеральной исполнительной власти, где будут обсуждаться задачи по исполнению указа президента страны. На Роструд возложена функция мониторинга реализации указа президента по этапному повышению заработной платы отдельным категориям работников. Мониторинг также не носит какой-то надзорно-контрольный характер, поскольку мы ставим перед собой задачу отслеживания ситуации, насколько регионы имеют все возможности для реализации положения указа, в том числе финансовые возможности. То есть одной из составных частей мониторинга является как раз ситуация достаточно региональных средств на поэтапное повышение заработной платы. Потому что первые поездки уже показали, что региональных средств в отдельных случаях может не хватить для дальнейшего повышения. Я знаю, что в республике принято решение, два постановления с 1 января, с 1 апреля, о повышении пока вы дорожную карту выполняете, придерживаетесь. Заместитель руководителя Роструда дал положительную оценку деятельности правительства республики по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. В ходе беседы также были рассмотрены вопросы погашения долгов по зарплате. Сегодня же глава Чувашии провел рабочую встречу с заместителем председателя правления ОАО Банк ВТБ Михаилом Осиевским. Между Чувашской республикой и Банком ВТБ сложилось продуктивное деловое сотрудничество, отметили участники встречи. Так, банк предоставил республике кредитную линию в размере 850 миллионов рублей на реализацию проекта «Новый город». В ближайшие пять лет Банк ВТБ планирует принять участие в республиканской целевой программе обеспечения населения Чувашской республики качественной питьевой водой. В ходе встречи были затронуты вопросы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2 Москва, Казань, Екатеринбург, а также размещение государственных облигаций Чувашской республики выпусков 2012 и 2013 годов. Первый день последнего летнего месяца на каникулы ушли депутаты Государственного Совета Республики. Перед отдыхом представители власти законодательной встретились с так называемой четвертой властью с журналистами. Пять сессий, почти шесть десятков законов и около полутора сотен постановлений. Вот таким выдалось рабочее полугодие для законотворцев Чувашия. Но основная деятельность Совета была направлена на бюджет и бюджетников. Вы все знаете, майские указы президента Российской Федерации. Это первоочередная задача в этих указах это повышение заработной платы работникам бюджета. Наши работники детских садов, учителя, врачи, вы помните, такие на минимумных зарплатах работали. Мы при принятии бюджета на 2013 и плановые 2014 и 2015 годов только на увеличение заработной платы бюджета, вложили около двух миллиардов рублей. Однако выяснилось, что труд в поте лица на благо общества это самое общество зачастую попросту не замечает. Одни мало выступают на публике, ну а кое-кто из депутатов в госсовете якобы вообще протирает штаны. Складываться такое мнение в народе может из-за того, что видят жители региона лишь малую часть работы Совета, заявляют народные избранники. Меня очень так цапнула фраза про спортсменов-депутатов, которые ничем не занимаются, прям цапнула так сильно. Понимаете, сессия, как Юрий Алексеевич сказал, это надводная часть Айсберга. Подводная часть внизу она занимает процентов 90 времени и, как правило, ее никто не видит и никто о ней не говорит. Она выходит только на уровне сессии в виде законопроекта. Сторонники Единой России мало выступают. Если у нас там около 75 процентов, если каждый сторонник нашей партии будет столько же времени уделять и выступать, тогда нам неделю надо провести сессии госсовета. Тоже можно сказать и про законодательные инициативы. Добирается до заседания госсовета и, соответственно, до публики очень небольшой процент проектов. Даже если инициатива прошла проверки экспертизы, на ее пути может встать финансовый вопрос. Если институт финансовый будет, ребята, все понимают, мы принимаем, но не деньги сидят. Тогда мы должны сесть и понять. В формате пресс-конференции встреча представителей госсовета с журналистами прошла впервые. Возможно, подобные мероприятия помогут показать подводную часть айсберга работы главного законодательного органа Чувашия. Ольга Пырычкина, Евгений Анисимов, Республика. Россия объявила войну пиратам. Сегодня в силу вступил закон, который защищает интеллектуальные права в интернете. Из глобальной паутины, а вернее российского интернет-пространства, постараются выпутать кино и телепродукцию, которую разместили с нарушениями авторских прав. Антипиратский закон, который вступил в силу с 1 августа, дает возможность блокировать сайты нарушителей без суда и следствия, то есть в досудебном порядке. Если правообладатель обнаружит в сети фильм или видео, которые разместили без его разрешения, он может обратиться в Мосгорсуд с заявлением, чтобы доступ к этому продукту ограничили. Правда, в течение 15 суток правообладатель обязан направить в суд официальный иск. Уже на основании решения суда Роскомнадзор будет выявлять так называемого хостинг-провайдера и направлять уведомления об удалении информации. В противном случае сайт будет заблокирован. Планируется, что в осеннюю сессию депутаты Госдумы к теле- и кинопродукции присоединят музыку, игры и программное обеспечение. К другим новостям. Калининский районный суд Чебоксар постановил прекратить уголовное преследование в отношении бывшего гендиректора Челябинского тракторного завода «Уралтрак» Семена Млодика. Напомню, что одно из обвинений в адрес Млодика – легализация денежных средств. В соответствии со статьей 78 Уголовного кодекса лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло 6 лет. События, которые вменялись Млодику в связи с легализацией денежных средств имели место в 2006 году. Таким образом, с момента совершения преступления прошло 6 лет. Первое судебное заседание по уголовному делу в остальной части предъявленного обвинения Семена Млодика по статье «Мошенничество» назначено к рассмотрению на 12 августа текущего года. Санкции статьи предусматривают за это деяние до 10 лет заключения. Школы Республики готовятся к новому учебному году. Более 200 учебных заведений уже прошли экзамен. На этой неделе там побывали специалисты Роспотребнадзора и МЧС. Ремонт во всех образовательных учреждениях должен завершиться до 15 августа. Министр образования и молодежной политики сегодня приехал с проверкой в школы Ядринского района. Дмитрий Квалев продолжит тему. В кабинетах непривычно тихо и пахнет свежей краской. Ремонт во второй Ядринской школе в самом разгаре. Это здание нуждалось давно в капитальной реконструкции. Оно было возведено в начале 80-х годов на месте сгоревшей деревянной школы. Строили его явно наспех. Крыша здесь протекает постоянно. В кабинетах из-за прогнивших оконных рам гуляет ветер. До начала учебного года планируют установить новые стеклопакеты и заменить кровлю. Марафет внутри помещений уже успели навести. Поменяли линолеум в двух классах. Сейчас планируется еще в этом классе поменять линолеум. Туда включается именно полностью капитальный ремонт и потолков, и стен, и пола, и лаборантские помещения. Обедать ученики теперь будут не хуже, чем в ресторане. В школьной столовой заменили все оборудование. Новые плитки и холодильные камеры занимают меньше места и готовят на них удобнее в разы. До начала учебного года планируют модернизировать пищеблоки многих школ. На то, чтобы подготовить школу к новому учебному году из бюджета республики было выделено более 1 миллиарда рублей. А на четвертая часть из этого пирога, то есть 250 миллионов, направляется на капитальный ремонт и покраску стен в кабинетах. Но львиная доля из этой суммы, 590 миллионов, предусмотрена для покупки нового оборудования и школьных автобусов. В школах, где капитальный ремонт не проводили давно, в этом году его дождались. Где-то повара привыкают к новым пищеблокам, где-то учителя осваивают современные компьютеры и мультимедийные установки. Но заботятся о власти республики не только о комфорте и модернизации. Подготовка к школу на учебном году – это не только, конечно же, ремонт. Это очень важно, чтобы содержание учебного процесса обеспечить соответствующей учебной литературой. И здесь, в этом году, к 1 сентября, мы всех деток наших обеспечим бесплатными учебниками, начиная с 1 по 11 класс. Хачашевская школа уже готова к новому учебному году. Качество ремонта министр образования ценил на отлично. Владимир Иванов когда-то и сам получал с 10 стат. Недавно школе исполнилось 150 лет. Но, несмотря на такой почтенный возраст, учебное заведение не изменяет своим традициям. Компьютеры в каждом классе, просторный спортивный зал. Недавно в школе появился и медицинский кабинет. У врача под рукой все необходимое – лекарства, бинты и шприцы. В этом году нам выдали холодильник, набор для скорой медицинской помощи и столик для прививок. То есть это все необходимо для того, чтобы наши дети были здоровыми. Школьный двор благоустраивают и сами ученики. Детскому творчеству нет предела. Неподалеку от школы появились ухоженные клумбы и фигуры животных. Ребята их сделали из того, что обычно люди выбрасывают на спалку. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Сегодня в столице Чувашия на базе республиканского эндокринологического диспансера открылся центр профилактики остеопороза. Такие центры уже есть в 40 регионах России и они успешно ведут свою деятельность по борьбе со страшной и непредсказуемой болезнью. Остеопороз – еще одна болезнь, которая с полной силой заявила о себе в 21 веке. По статистике, каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет уже имеют это заболевание, но не всегда подозревают о его наличии. Остеопороз – немая болезнь, которая заявляет о себе на последней стадии, когда переломы костей становятся угрозой не только для здоровья, но и для жизни. Остеопороз может привести к перелому любых костей. Но чаще всего, конечно, случаются переломы предплечья, шейки бедра и позвонков. Как правило, при остеопорозе случаются патологические переломы, то есть переломы при низкой травме. Допустим, человек идет по ровному месту, падает с высоты своего роста, получает перелом предплечья. Или поднимает груз весом несколько килограмм, получает перелом позвонка. Чтобы не допустить страшных последствий, как всегда, необходима профилактика. В центре остеопороза установлено современное оборудование, которое позволяет выявить болезнь на ранних сроках. Открылись мы благодаря программе модернизации, в рамках которой было закуплено, можно сказать, уникальное оборудование. Оно уникально тем, что, во-первых, только благодаря этому оборудованию мы можем точно поставить такой сложный диагноз, как остеопороз. На сегодня наша задача профилактировать, вовремя выявлять остеопороз и лечить остеопороз. Пациентам необходимо знать о факторах риска, наличие которых уже является поводом обращения к специалисту. Это возраст старше 65 лет, долговременный прием гормональных препаратов, курение, недостаток витамина D и кальция. А первые симптомы – это уменьшение роста и появление сутулости. Противопоказания к обследованию только у детей младше 3 лет и у беременных женщин. Время исследования очень короткое. Практически в течение 15-120 секунд можно выполнить исследование благодаря оригинальной технологии с использованием широкого веерного луча. Пациент во время денситометрии получает низкую дозу облучения, которая соизмерима с естественным фоном радиации. Меня обследовали быстро, после обследования через несколько минут я уже получила результат. Оказывается, у меня на самом деле риск переломов костей есть. За несколько лет правильное лечение остеопороза позволяет остановить разрушение костей, а порой и восстановить их. Направление в центр остеопороза может выдать участковый врач-терапевт. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Масштабную задачу ставит Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». До 2018 года провести все дороги в нормативное состояние и до 2020 года поднять объемы строительства и реконструкции дорог вдвое. Разумеется, осуществить задуманное возможно при условии бесперебойного финансирования. Сегодня об этом говорили на встрече с представителем «Росавтодора» Сергеем Чуриловым. В составе специальной комиссии он ознакомился с ходом дорожных работ на территории Чуваши, заказчиком по которым проходит управление в федеральных дорогах «Волга». Один из объектов, на который заглянула специальная комиссия, в Маргаушском районе Чуваши. Приезжие местные строители реконструируют здесь почти 10,5 километров трассы. Это не просто капремонт. Участок магистрали меняет свои параметры. После реконструкции трасса расширится до четырех полос. Будет с надземными пешеходными переходами и подземным для перегона скота, освещением в пределах населенных пунктов. Две полосы движения по 7,5 метров, каждая ширина земеполотна 25 метров. По дороге предусматриваются три грушевидные развязки и одна транспортная развязка с путепроводом. Один вопрос, когда будем вводить? В 15-й год у нас вся дорога вводится. Значит, мы все-таки хотим ввести всю другую в общество. Сергей Чурилов не прочь поторопить подрядчика создачи объекта, но исполнитель придерживается разумного консерватизма. Напоминает, что участок и так, скорее всего, ведут с опережением на год. Это несмотря на сложности, с которым нередко сталкиваются дорожники в своей работе. На участке множество труб нужно переносить коммуникации, согласовывать с заинтересованными сторонами. Другие вопросы. Однако трудности не помеха для повышенных обязательств. В высокой комиссии дорожники докладывают. Для этого есть все необходимое. Техника, специалисты, мобильная асфальтобетонная установка. Представитель Росавтодора, сам строитель, делает сразу несколько остановок, чтобы сделать выводы. Впечатление о том, как работают подрядчики, в общем-то, будем говорить, положительное. Оперативно идут работы на участке реконструкции капитального ремонта в Цивильском районе. Там также, как и на предыдущем, применяются инновационные технологии. И также дорожники собираются сдать объект раньше на год. До начала строительства участок был узок в две полосы. Машинам приходилось тесно. Оттого нередко случались пробки и аварии. Весь объект очень сложный, потому что два таких больших оврага. И даже вот в этом месте, где у нас были большие бесконечные насыпи, у нас существующая была железобетонная труба. Мы ее просто втаскивали в трубу, чтобы не разбирать. Вот у нас уже видно, как ее туда мы воткнули, с существующим. Бетоном скачали, а здесь уже потом уже отсыпалось в новое земполотно. Отрезок этот станет комфортнее и безопаснее. Единственная дорога безопасности все же нужна на всем протяжении. Пока где-то участок шире, а где-то уже. В итоге возникает эффект бутылочного горлышка, в который попадают автомобилисты. Не хотелось бы, чтобы появлялись на дороге бутылочные горлышки. Но такова технология. Не закончив один участок, мы не приступаем к следующему. Почему? Потому что финансирование, оно есть, оно увеличилось. Но для того, чтобы выполнить весь объем работ, который необходим, для того, чтобы привести дорогу к параметрам первой технической категории, нужно денег немножко больше, чем мы располагаем на сегодняшний день. Реконструкция придет позже, но обязательно придет, говорят в Росавтодоре. К 2018 году предстоит привести все дороги в нормативное состояние. Если говорить о федеральных трассах, что ведение у Пордор-Волга, то отвечают требованиям немного больше половины. То, что сегодня делается, в большей степени, наверное, многие автолюбители уже на себе почувствовали. Почувствовали не только, скажем так, проблемы по тем участкам, по которым они проезжали. Я просто хочу ко всем обратиться сегодня с некими извинениями за те неудобства, которые мы, к сожалению, вынужденно оказали нашим участникам дорожного движения. Но я думаю, что та дорога, которую мы сдадим в сентябре месяце, она окупит, в Сторице окупит, скажем так, тот негативный фактор при реконструкции данного участка дороги. Юбилейный год. 70 лет со дня образования Управление федеральных дорог Волга собирается реконструировать 18 километров магистрали. Это только реконструкция, есть еще и капитальный ремонт. Вместе с тем, итогом сегодняшней поездки стало желание сделать пешеходные переходы на опасных участках. Сделать дополнительно к ранее запланированным. Ольга Григорьевна, Николай Яковлев, Республика. В Татарстане прошел конкурс Чувашского народного творчества. О том, как принимали соседи-исполнители из нашей республики, смотрите далее. Конкурс Чувашской народной песни «Ойвашкель» был организован в первый раз. Его инициатором стала преподаватель искусств Чувашского государственного университета Августина Уляндина. Посвящен он был местному фольклору, народному творчеству, культуре, быту и этнографии. Множество сказок, песен, притч, прибауток – все это память о певце и поэте Чувашской земли Якове Задорове. Именно в честь него и был проведен конкурс. Он завещал потомкам хранить и беречь его творчество. При жизни автора было собрано немало сборников о жизни и истории деревни Ивашкина. Первая книга датируется 1932 годом. Мы очень дружим с республикой Татарстан. В городе Казани существует Чувашский центр культуры имени Петра Хузангая, руководителем которого является Сергей Петрович Степченко. Очень продвинутый, любящий искусство, свою нацию, свой язык. Очень деятельный человек, который действительно хочет сохранить все наши чувашские традиции. И он мне говорит, откуда у вас этот сборник? Я говорю, вот так мы занимаемся с этими сборниками. Так это же мой дядя, это моя родня. Он говорит, именно перед смертью сказал, пожалуйста, сохраните мои песни, сохраните мои стихи, пусть они звучат, пусть чувашские песни звучат на мировом уровне. Вот откуда пошла мысль, вот откуда возникла идея. И поэтому случайностей жизни не бывает. Я думаю, Яков Задоров там сверху смотрит на нас и радуется. Все-таки его мечта, я думаю, исполнилась. Первое место досталось музыкальному коллективу «Теведь» из Новочебоксарска. Всего в конкурсе приняло участие около 200 человек. Гости и участники приезжали из разных уголков Чувашской республики и не только. Комсомольского и Альметьевского районов, Новочебоксарска, Буинска, Ульяновска. По словам организаторов, конкурс прошел на высшем уровне. А жюри достойно оценила всех участников фестиваля. Хозяева оказали радушный прием и в следующем году ждут всех снова. Анастасия Масляева, Андрей Спиридонов, Республика. О том, что овощи полезны, знают все. А экологически чистый продукт, выращенный на своей земле, тем более. В Чуваше и далеко за ее пределами помидоры и огурцы непременно ассоциируются с агрофирмой «Альдеевская». На предприятии выращивают овощи высокого качества, богатые витаминами. А через полгода помидоров и огурцов станет еще больше. Сегодня в агрофирме «Альдеевская» заложили символическую золотую опору под основание новой теплицы. На этом у меня все новости. Я с вами прощаюсь. До свидания. Хорошего вам настроения. Строительство новой теплицы началось. Выделено 25 гектаров земли. К Новому году ожидается новый урожай овощей. Теплица будет построена уже к декабрю 2013-го. Агрофирма «Альдеевская» является одной из лучших компаний тепличного овощеводства в Российской Федерации. Это правда. Здесь применяется биологическая защита, поэтому продукция получается абсолютно экологически чистая, высококачественная, вкусная. Она очень востребована везде. Если уж строить новую теплицу, мы оснащаем ее всем необходимым оборудованием, чтобы увеличить урожай с овощей и иметь экономию тепла. Самое вот это для нас дорогое, как я сказала, тепло. В агрофирме «Альдеевская» с 2009 года идет постоянная модернизация производства. За это время построено 8 гектаров современных теплиц. Обновлены практически все котельные комплексы. В Министерстве сельского хозяйства надеются, что на строительстве новой теплицы предприятие не остановится. Общая стоимость проекта, если считать сначала, больше 500 миллионов рублей. Но строительство теплицы на старом месте, скажем, это около 180 миллионов рублей. Поэтому это большие вложения, которые требуют долгосрочной, как сказать, отдачи. И считаю, что идя на такие предприятия, конечно, берет большие риски. Но риски, они оправданы. И в нашем регионе, в наших условиях можно заниматься производством овощей круглый год. И это приносит стабильный доход. В агроферме работают только высококвалифицированные специалисты и рабочие, которые ежегодно добиваются наращивания объемов производства. Я работаю в агроферме Ольдеевской с 2006 года. Вот так вот выращиваем огурцы и томаты тоже. В основном работают специалисты, все молодые. Мне своя работа очень нравится. Я люблю свою работу. Огурцы выращивать очень мне нравится. Слаженная работа коллектива – это и есть секрет успеха компании. Агроферма Ольдеевская – постоянный участник республиканских и российских выставок. По итогам ряда лет входит в число 300 лучших сельхозпредприятий России. А по итогам производства в 2009 году агроферма Ольдеевская заняла первое место среди аналогичных предприятий «Чуваши». Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин